Каждый второй житель нашей страны страдает от боли в суставах, но куда идти и к какому врачу обращаться не знает. Сегодня мы расскажем о современных подходах в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата и объясним, в каких случаях можно избежать операции. У нас в гостях главный врач клиники здорового позвоночника. Здравствуй! Эксперт Министерства Здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Алексей Валерьевич Бобовников. Доброе утро! Доброе утро, Ирина! Доброе утро, Кирилл! Расскажите, пожалуйста, что такое остеоартроз, каковы причины его возникновения и почему кто-то им страдает, а кто-то нет? Остеоартроз – это широко распространенная патология опорно-двигательного аппарата человека. Частота его встречаемости во всем мире составляет порядка 18%, а у лиц пожилого и старческого возраста достигает 40%. Связано это с разрушением суставного хряща, изменением синвяальной оболочки сустава и развитием дегенеративно-дистрофических процессов в суставе, которые и вызывают эту патологию. Клиническим проявлением является болевой синдром, скрип и хруст в суставе при движении и ограничении движения в суставе. Какая современная диагностика этого заболевания существует? Современная диагностика включает несколько этапов. Первый этап – это клинический осмотр, проводит его врач-травматолог-ортопед. В ходе осмотра врач выявляет жалобы, собирает анамнез и выявляет сопутствующую фоновую патологию, которая могла способствовать развитию данного недуга. Лабораторная диагностика включает клинический анализ крови и скрининг на суставную патологию. При наличии у пациента выпута в суставе выполняется пункция синовиальной сумки, берется бактериальный посев для определения возбудителя и чувствительности к антибиотикам. Это была лабораторная диагностика. Следующим этапом является инструментальная диагностика. Она включает в себя рентгенографию, которая обязательно во всех случаях проводится в 100% у всех пациентов. Если доктору необходимо получить объемное пространственное изображение костной ткани, выполняется компьютерная томография. Ее диагностическая ценность особо высока тогда, когда идет подозрение на авоскулярный некроз головки бедренной кости или ее кисознофиброзную перестройку. Если есть подозрение на патологию околосуставных тканей, здесь диагностическая цена магнитно-резонансная томография. Именно она показывает и дает возможность доктору оценить состояние таких структур, как мениски, связочный аппарат и состояние капсулы сустава. При сложности диагностики диагностическую ценность имеют УЗИ-исследования. На ультразвуке не видна костная ткань, но зато хорошо видны такие патологии, как синвяальный выпад. И ценность этого метода в том, что его можно проводить одновременно с функциональными пробами, что нельзя сделать с другими методиками. То есть этот простой скрининговый метод позволяет более точно поставить диагноз. В каких случаях можно лечить суставы консервативно, то есть избежать оперативного вмешательства? Консервативно можно лечить суставы при первой и второй степени остеоартроза, а при дегенеративно-дистрофических изменениях и патологии третьей степени, при наличии противопоказаний к операции, консервативное лечение является его альтернативой. А какие современные методики без операционного лечения заболеваний суставов существуют? Помогаем в три этапа. Первым этапом при наличии боли и воспаления необходимо купировать болевой синдром и снять воспаление. Для этого используются нестероидные противовоспалительные препараты, различные виды блокад, а при более выраженном воспалительном процессе внутриставное введение глюкокортикостероидов. Когда пациенту удается снять боль и вернуть его к нормальной физической активности, приступаем ко второму этапу. Он направлен на запуск процессов регенерации тканей. Здесь, особенно у молодых пациентов, достаточно эффективным является применение PRP-терапии. Это использование аутологичной плазмы пациента, которая центрифугируется в специальной пробирке на высоких оборотах. Оттуда собирается тромбоэлькоцитарная масса в количестве 1-2 миллиона клеток на кубический сантиметр, и она вводится в полость сустава под ультразвуковой навигацией. Третьим этапом идет уже реабилитация. На этом этапе используется введение протезов сеновиальной жидкости препаратов гиалуроновой кислоты. Какова длительность ремиссии после такого вот комплексного лечения? После комплексного лечения при выявлении правильного этиологического фактора, установке правильного диагноза и назначении адекватной этиотропной терапии возможно полностью оккупировать такой недуг, как реактивный артрит, который в свою очередь будет не вызовет развитие артроза. В среднем при дегенеративно-дистрофическом типе артроза длительность ремиссии составляет от полугода до года. Алексей Валерьевич, спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо вам. Да здравствует общество здоровых людей! Здравклиник.ру. Получите подарок. Сертификат на полторы тысячи рублей. Оставайтесь с нами. Вернемся сразу после рекламы.